МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый турнир в память о героях, погибших во время проведения специальной военной операции, состоялся в медицинском колледже. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачева, Черкесия. Сегодня в сквере по улице Даватор открыли аллею пограничников. Эта территория год назад оказалась в числе победителей всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Столицы Карачева, Черкесия были заинтересованы в том, чтобы благоустроить продолжение парковой зоны по улице Даватора, а также каскадную лестницу на Зеленый остров. Сквер с бюстами прославленных россиян-пограничников приобрел нынешний облик всего за три месяца. Теперь здесь комфортно, а вечером еще и светло. Карачева, Черкесия при поддержке главы республики Рашида Тимрезова готовится к открытию филиал фонда поддержки участников специальной военной операции. В Доме правительства состоялось заседание, на котором вице-премьер Ирина Гербекова подробно рассказала о работе регионального фонда защитники Отечества, об оказании помощи не только ветеранам СВО и семьям военнослужащих, но и всем ветеранам боевых действий. Отделение будет работать во взаимодействии с Министерством труда и социального развития, Министерством здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи. Проведена определенная работа и зарегистрирован государственный фонд, который с 1 июня должен начать работу на территории нашей республики. В рамках подготовительной работы Министерством труда проведена подборка, такой как бы кастинг тех сотрудников, которые будут представлять собой фонд. Государственный фонд на сегодняшний день возглавляет по нашему предложению, по согласованию с Федерацией, руководитель этого фонда Абазалиев Марат Микторович. На сегодняшний день наши социальные координаторы прошли первичную подготовку. Вы все будете размещаться в своих муниципальных образованиях. Рабочие места для вас подготовлены. Мы создадим, конечно, все условия для того, чтобы вы могли эффективно выполнять свою работу. Редкие монеты и банкноты из фондов Музея Банка России. В картинной галерее открылась фото-выставка «Время и деньги». Посетители найдут ответы на множество вопросов об эволюции денег. Перенеслась в прошлое вместе с гостями выставки Альбина Ламкова. Мы открываем выставку «Время и деньги». События «Люди и нравы разных эпох» неизменно оставляли свой отпечаток на денежном обращении. К примеру, Россия была первой и единственной державой, которая начеканила платиновые деньги. Произошло это во время правления Николая I. Изготовил их предприимчивый купец Демидов. Эволюция денег, начиная со времен правления Ивана Грозного до наших дней, богатая. Посетители ознакомились с банковским оборудованием, которое используется для обработки и хранения наличных денег. Узнали, как раньше пересчитывали крупные суммы наличности и как это происходит сейчас. Вся история представлена на стендах. Экспонаты необычные, собранные силами сотрудников отделения Банка России по Корчаево-Черкесии. А вот здесь представлен стенд пятитысячных купюр. Пять миллионов легко можно удержать в одной руке. Пятьдесят миллионов уже понадобятся две. А чтобы унести один миллиард, нужна будет помощь. Выставка проходит в нашей республике впервые. Пришли увидеть уникальные экспонаты не только взрослые. Особенности денежного обращения в разные исторические эпохи, процесс изготовления монет, пересчет и защита денежных знаков вызвала интересы и у детей. Как тебя зовут? Рауль. Рауль. Скажи, тебе интересна история денег? Да. Что ты сегодня узнал? О деньгах. При непосредственном участии отделения Банка России выпущено в обращении три памятные монеты. Они тоже были представлены на выставке. Особое место в экспозиции занимают монеты, посвященные Корчаево-Черкесии. Также мы представляем несколько интересных экспонатов, которые собрали сотрудники нашего отделения. В целом организация такого достаточно крупного мероприятия – это часть масштабной работы, которую проводит Банк России в рамках историко-культурного просвещения. Гости выставки увидели фотографии необычных предметов хранения и транспорта для перевозки ценностей, древней и редкие деньги. Смогли проследить становление счетной техники от простейших устройств до современных комплексов. Надо сказать, что и сейчас процесс усовершенствования состава денежной бумаги не остановлен. Для производства, выпуска и хранения денег используют высокие технологии. Было отмечено на открытии выставки. На сегодняшней выставке представлены действительно ценные, уникальные экспонаты. Это монеты, выпущенные монетным двором Центрального банка России. Кроме монет, банкноты вызывают чувство оживления, потому что они несут намного больше информации. Это представители яркого примера мастерства отечественной полиграфии. В оформлении банкнот сочетают красоту и практичность. К выбору формы и размера монеты и купюр относятся скурпулезно. Все сомнительные денежные знаки, которые в кредитные организации поступают от населения, все, что порванное, обожженное, сомнения в подлинности, все приходят ко мне, и я даю заключение. В день открытия выставки предусмотрели мастер-классы. Эксперты отделения рассказали и о том, как защищают деньги от подделок. Объяснили, как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. В Черкесске впервые состоялся военно-спортивный турнир в память о героях, погибших во время проведения специальной военной операции. В турнире участвовали команда студентов из колледжей Республики. Как прошло мероприятие, расскажет Дарья Тандит. Торжественное открытие турнира состоялось в актовом зале медицинского колледжа. Гостями мероприятия стали представители военного комиссариата, администрация учебных учреждений, студенты. Соревнования проходили в память о тех, кто погиб, защищая свою страну. Молодежь должна видеть, знать и чтить наших героев, отметил Исам Мамчуев. Сегодня будет проводиться мероприятие среди колледжей Республики, будет соревноваться на призы и на кубки. В числе приглашенных были участники специальной военной операции. Салтан Истуганов – военный медицинский работник. Находясь там, он спасал жизни раненым. Салтан Истуганов вывозил бойцов в безопасную зону, оказывая медицинскую помощь, доставлял необходимые медикаменты. Хотел, чтобы все были живы и здоровы, поделился он. Очень приятно смотреть, как нас поддерживает наша республика, поддерживают наши боевые товарищи, которые приезжают. Также очень приятно сказать спасибо тем людям, которые отправляют нам письма. Все, что вы отправляете нам – это медикаменты, продукты, все доставляется. Мы распределяем и нам очень приятно. Огромное спасибо вам. Одной из форм патриотического воспитания молодежи является проведение военно-спортивных соревнований. У каждой команды была единая форма – эмблема с названием. Ребята соревновались в правильности выполнения упражнений, в четкости строевой подготовки, проверили свои знания в тематической викторине. Готовились мы недолго, но тщательно. Выучили песню, научились ходить, как в армии, признается Дмитрий Трошин. Цель нашего участия – не цель победить, а цель, чтобы каждый человек знал, что все народы едины. Своими впечатлениями… Торжественное открытие турнира состоялось в актовом зале медицинского колледжа. Гостями мероприятия стали представители военного комиссариата, администрации учебных учреждений, студенты. Соревнования проходили в память о тех, кто погиб, защищая свою страну. Молодежь должна видеть, знать и чтить наших героев, отметил Исам Мамчуев. Сегодня будет проводиться мероприятие среди колледжей республики, будет соревноваться на призы и на кубки. В числе приглашенных были участники специальной военной операции. Салтан Истуганов – военный медицинский работник. Находясь там, он спасал жизни раненым. Салтан Истуганов вывозил бойцов в безопасную зону, оказывая медицинскую помощь, доставлял необходимые медикаменты. Хотел, чтобы все были живы и здоровы, поделился он. Очень приятно смотреть, как нас поддерживает наша республика, поддерживают наши боевые товарищи, которые приезжают. Также очень приятно сказать спасибо тем людям, которые отправляют нам письма. Все, что вы отправляете нам – это медикаменты, продукты. Все доставляется. Мы распределяем, и нам очень приятно. Огромное спасибо вам. Одной из форм патриотического воспитания молодежи является проведение военно-спортивных соревнований. У каждой команды была единая форма – эмблема с названием. Ребята соревновались в правильности выполнения упражнений, в четкости строевой подготовки, проверили свои знания в тематической викторине. Готовились мы недолго, но тщательно. Выучили песню, научились ходить, как в армии, признается Дмитрий Трошин. Цель нашего участия – не цель победить, а цель, чтобы каждый человек знал, что все народы едины. Своими впечатлениями о проведении мероприятия поделился один из членов судейского состава турнира, ветеран боевых действий в Афганистане Рамазан Бадахов. Я считаю, очень на высшем уровне. Все нормально, подготовлено. На пять не знаю, но твердая четверка точно. Команды, занявшие призовые места, наградили кубками и ценными призами. Спортивно-военный турнир в память о героях, погибших в зоне проведения специальной военной операции, станет традиционным. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Далее смотрите «Экономические вести» с Альбиной Лавковой. Здравствуйте. От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнения экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. Этот год в Карачаево-Черкесии объявлен Годом промышленности. В связи с этим фактом проходит ряд мероприятий. Для развития предпринимательского дела проводят обучающие семинары. Как для тех, кто уже вошел в бизнес и те, кто только ищет себя. В год развития промышленности, объявленного главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым, подписано соглашение о реализации в Республике изделий медицинского назначения и расходных материалов. Подписи под документами поставили первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хызыр Чекуев и заместитель директора общества с ограниченной ответственностью тип техника Эльор Рахматов. Данное предприятие находится в Бухаре. В мероприятии приняли участие члены республики, делегация из Узбекистана, руководителя регионального сосудистого центра Карачаева-Черкесской республиканской клинической больницы Марат Темрезов, генеральный директор общества «Новостен» Дмитрий Молчанов. В рамках визита делегация из Узбекистана познакомилась с промышленными площадками Черкеска, а также посетила республиканскую клиническую больницу и онкологический диспансер. Изначально рассматривалось производство только стендов, но впоследствии именно благодаря тому, что взаимодействие с Сонконцентром нашлись идеи и еще для ряда производств, тоже медизделий, используя технологии тип техники. То есть они как раз все вписываются в этой площадке идеально. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать этот проект. Как раз как только мы получим одобрение Росздравнодзора, то есть уже будем готовы к производству. С нашей стороны будут созданы все необходимые условия, льготные условия. Социальная польза огромнейшая, конечно, у проекта. Мы поможем и спасем очень много жизней. Это, наверное, подход нашего главы и это в первую очередь для нас важнее. Такую задачу ставит и глава. Тем более, если мы локализуем здесь производство медицинских препаратов, медицинских изделий, это только плюс. Я думаю, для всех. Уверен, что для инвесторов. Создадим самые благоприятные условия, окажем всевозможные содействия. Идея по производству медицинских изделий давно уже обсуждалась в главой республике. А Шетбарскевич очень был заинтересован в этом проекте. Я до этого рассматривала варианты запуска фармацевтического производства, некоторых других моментов. Но, на мой взгляд, поскольку уже давно этим занимаюсь, это очень реальная идея и очень реальный проект. И самое главное, очень хорошие партнеры, которые действительно готовы взаимодействовать и готовы предоставить свои уже наработки. Я, так же, как и Ирина Вячеславовна, впервые впечатлен тем профессионализмом, который, на самом деле, мы открываем наших будущих партнеров, можно сказать, уже настоящих партнеров. По многим вопросам мы были в лонкоцентре сегодня, в лонко-диспансере. То есть, и смотрели уже возможность производства, расходки именно в этом направлении. Одно из самых, как бы, достаточно агрессивных патологий современности, заболевания. И именно на медсанкции наиболее из медицинских направлений, пострадавшие в этом плане направлений, потому что полностью был импорт зависимым, скажем так. И вот сегодня коллеги вместе с главным врачом, специалистами онкоцентра пришли к выводу, что можно на базе этого же завода производство стентов в стенты. Это была идея, но когда мы начинали проект, вот сейчас, но как бы уже можно смотреть широко, и можно производить расходные материалы более старые и в расширении в таком формате. У нас есть поручение главы, чтобы мы и дальше, и в этом направлении, и в других направлениях тесно могли сотрудничать и вы с вашей республикой, с вашей страной. Направление сегодняшней политики и в целом, и раньше направление в сторону наших бывших союзных республик, она была и остается дружественной. И мы будем это развивать сегодня. Вот первые шаги, которые в этом направлении, это считаем очень позитивно и в плане экономических отношений, и в плане наших дружеских отношений. Сильные идеи для нового времени. Слова, имеющие глубокий смысл, стали названием для форума самозанятых республики. Организовали мероприятия «Центр мой бизнес» Карачаева-Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Для 100 участников форума предусмотрели обучающие семинары, интерактивные площадки и розыгрыши призов. Форум «Сильные идеи для нового времени» стал масштабным событием, отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Карачаева-Черкесии Артур Езау. Ленадная площадка собрала 100 сильных идей инициативных людей. Планка их высока – внести вклад в развитие страны и достичь национальных целей до 2030 года. Основные сейчас образовательные участки, которые, что мы обозначили, мы направлены на развитие, на то, чтобы данная отрасль была ещё более востребована. Хотя на сегодняшний день количество самозанятых в нашем регионе растёт. Их уже привылило за 19 тысяч, поэтому такие мероприятия очень полезны. Такие площадки у неё стали в доброй традиции. Как оформить свою продукцию так, чтобы она смотрелась презентабельно? А ещё как совмещать самозанятость с основной работой по найму? Рассказал президент торгово-промышленной палаты Карачаева-Черкесии Вадим Ким. Торгово-промышленная палата может помочь. Есть разный букет услуг, которые мы предоставляем. Как для самозанятых, так и для различного рода формы деятельности компаний. Всех рад видеть. Ещё одна хорошая новость. Предприниматели могут воспользоваться новой услугой по продвижению товаров самозанятых на маркетплейсах. Им помогут не только зарегистрироваться на площадках, но и возместят часть расходов. На обучающий семинар пригласили профессионалов. Они рассказали, как правильно построить бизнес-процессы, чтобы не выгореть. А ещё как создать личный бренд для самозанятых. Юлия Логинова – бизнес-тренер. Она отметила, что наши предприниматели настроены серьёзно в построении собственного дела. На самом деле вопросы действительно были интересные. Времени было на выступление очень мало. Поэтому вопросы подходили в перерыве, задавали люди, что очень всё отзывается, начиная от страхов, которые испытывают люди, и вообще до принятия уникальности в себе и вообще, наверное, в своём продукте. И вот я как раз-таки говорила про то, как важно осознать себя во всём этом и идти в это проявление, нести в массы как раз-таки себя, свой продукт, свой личный бренд. Было общение в формате ВКС. Рассказали о том, с чего начать продвижение при ограниченном бюджете. А именно, какие инструменты и соцсети актуальны в 2023 году в России для оффлайн и онлайн-бизнеса. О деятельности Центра «Мой бизнес» о предоставляемых услугах сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Затронули на семинаре тему финансовой грамотности. Опыт от участия в форуме будет обязательно применяться в развитии бизнеса. Для меня было интересно попробовать себя в статусе самозанятого, легитимно правильного оформления своей работы, чтобы впоследствии не было никаких проблем ни с налогами, ни с государством, чтобы всё было предельно чисто и измеркально. Ещё были гости из Кабардино-Балкарии. Они решили обучиться у наших предпринимателей. Мы приехали сюда целенаправленно на форум для самозанятых. Мы получили кучу положительных эмоций. Информативно, ярко. Очень понравилась спикер Юлия Логинова. Именно почему-то от неё зарядилась прям и энергией, как личностный рост, так и профессиональный. В завершении мероприятия наградили самозанятых Корчаева-Черкесии. Победители получили денежные подарки на приобретение техники или продвижение в социальных сетях. Помимо этого, на форуме провели розыгрыш призов среди участников. Самозанятые получили в качестве подарков продукцию партнёров мероприятия. В Черкесске на базе центра «Мой бизнес» Корчаева-Черкесия состоялся круглый стол по проблемам социального предпринимательства. Его участники ознакомились с действующими социальными проектами. Обсудили актуальные вопросы этой темы в этом направлении. Что ещё узнали участники круглого стола и насколько полезной стала встреча? Сейчас узнаем. В мероприятии приняли участие бизнесмены региона, эксперты в области социального предпринимательства, представители профильных ведомств и общественных организаций. Фарида Мачукова – одна из первых получила статус социального предпринимателя. Она полностью занята творческой работой. Флорист – человек, который прежде всего создаёт настроение, говорит о себе Фарида. Мы занимаемся оформлением из живых цветов и воздушных шаров. Также подготавливаем сувениры и разные подарки для всех желающих. Социальным предпринимателем я стала в 2021 году, в тот год, когда только начинали принимать заявки на социальное предпринимательство в городе Черкесске. Стала одним из первых, как говорится. У нас работают инвалиды. И по первой категории трудоустройства граждан из социально незащищённых категорий меня признали социальным предпринимателем. В том же году, в декабре, я получила грант на развитие собственного бизнеса. Для экономического развития России социальное предпринимательство является важным источником, потому что одновременно решаются социальные проблемы и разрабатываются инновационные уникальные продукты. Главный вопрос круглого стола – как создать финансово успешный проект, который одновременно приносил бы пользу людям. Так как социальное предпринимательство начинается с большого доброго сердца. Самое главное – желание служить обществу. И уже вторично – предпринимательская жилка. Очень полезное мероприятие для социальных предпринимателей в плане того, что мы сегодня получили обратную связь относительно того, какие услуги им нужны, какие потребности есть у нас. Вот сразу выяснилось несколько будущих направлений, финансирования, услуг для бизнеса, которые может реализовать на своей базе бизнес в рамках тех бюджетов, которые у них существуют. И это будут именно те услуги, которые реально нужны предпринимателям. Они сейчас задумались, они получили огромное количество информации, в том числе по кратам для молодых предпринимателей. А два молодых предпринимателя уже были переданы в работу Министерства по молодежной политике, в Карачаево-Черкесии, соответственно, они будут им заниматься, чтобы развить эти социальные проекты. Какими инструментами можно воспользоваться, чтобы бизнес и социальные проекты на территории нашей республики были более эффективными, качественными и быстро развивающимися? Какие действуют негосударственные меры поддержки? И какие фонды на территории России предоставляют беспроцентный кредит для социальных предпринимателей? Ответы на эти вопросы услышал каждый участник круглого стола. На сегодняшний день в стране есть все возможности для воспитания будущих представителей бизнес-сообщества. Для этого направления молодежь обучает предпринимательскому делу. Организовали занятия «Центр мой бизнес» совместно с мэрией Черкесска. Зачем и чему могут научить школьников на таких уроках? Я пока еще не выбрал сферу, но я думаю, эти уроки мне помогут определиться и дадут толчок к развитию. Занятия по обучению предпринимательского дела проводят в Центре молодежного инновационного творчества. Во время уроков школьники познают основы ведения бизнеса, учатся применять информационные технологии для решения актуальных задач и даже пробуют создать собственные проекты. Важны для успешного развития региона и страны. Стоит отметить, что поддержка инициатив молодежи, а также содействие ее предпринимательской деятельности указана в перечне основных направлений реализации молодежной политики. По мнению организаторов, открытый урок по предпринимательству для школьников способствует созданию непрерывной системы бизнес-образования и раннему профессиональному самоопределению учащихся. Обучение проходит в игровой форме. Общение строилось в формате вопрос-ответ. Наша программа – это профориентация для предпринимателей, для тех детей, которые интересуются бизнесом и видят себя в будущем бизнесменами. Министерство экономического развития КЧР проводит ежегодно грантовый конкурс для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Как мы знаем, что любой гражданин России может уже с 14 лет открыть ИП. И, соответственно, ребята, которые пройдут такое обучение у нас сегодня, как-то поиграют в предпринимательство, уже в дальнейшем в этом году могут участвовать в грантовом конкурсе и получить деньги на создание реального бизнеса. Но это уже другая история, она более интересная и сложная. На встречу с молодежью пришли бизнесмены. У них за плечами опыт ведения предпринимательской деятельности. Они рассказали, как понять, что человеку действительно нужно. На самом деле я очень положительно удивлена. Они очень активные, креативные ребята, которые не боятся высказать свою мысль, которые не боятся того, что их мысль может противоречить своей мыслью, вроде как более авторитетным человеком. Это очень круто. И я думаю, это один из тех навыков, которые необходимы для лидера. В рамках дискуссии участники обсудили, какие ошибки могут возникать на старте, какую бизнес-идею выбрать, чтобы довести ее до конца. И что отличает предпринимателей, которым могут заработать миллиард. Участники были заинтересованы, потому что бизнесмены рассказывали на личном опыте свои труды, что вышло и что получилось. Я бы хотела создать свою кофейню, чтобы она была уютной для всех жителей Карачао-Черкесской республики. Я надеюсь, что я не подведу в этой сфере. Мне нравится здесь обучаться. Тут очень хорошие люди, преподаватели, получающие много знаний. Все круто. Образовательную программу разделили на несколько дней. Она состоит из лекций предпринимателей практической части. Темы разные, но задача одна. А именно сформировать у ребят предпринимательскую компетентность, научить правильно оценивать свои ресурсы, чтобы знали, что такое инвестиции, и могли определить вредоносные проекты вроде финансовых пирамид от реальных инвестиций. Предпринимателям Карачаева-Черкесии стал доступен долгосрочный экспресс-кредит на поддержанное оборудование. МСП «Банк» расширил линейку экспресс-кредитов для малого и среднего бизнеса. Новый продукт предусматривает предоставление до 15 миллионов рублей на приобретение бывшего в употреблении оборудования. Минимальная ставка – 10,25%. Срок кредитования составляет 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Новый экспресс-кредит позволяет приобрести бывшее в употреблении оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации заемщика. Он должен составлять не менее 18 месяцев. Предпринимателям доступно упрощенное поручительство корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok